Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Грузию! Sidmers Civilization 6 против живых игроков, кстати, никто из них не умер во время прохождения. Как человек, а не как цивилизация, конечно же. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии. Ссылка на весь плейлист в описании и в прикреплённом комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Там же, в этом плейлисте, спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем приятного продолжения просмотра! Играет музыка «Рыцарь» Не понял, откуда у меня здесь «Рыцарь»? — Да! что это за странно она пошли его корпус объединять так а это в арбалеты сюда в корпус дамик где-то промышленную зону еще одну бы сделать тагире плюс 2 есть есть плюс 3 кстати нормально а у меня будет нападать не пойму пока или блин эти уже если и гранты неплохой ученый я вы сейчас возьму плюс 50 очков для найма всех будущих великих людей морской призрак и воротные зелья номер восемь кол так бразилица возьми ученого чуть у тебя так 697 из 425 ученого забирай случайно пропустил короче я тогда сказал все как-то помолчали можете микрофон в этот момент не работал так а виктор у нас уми как раз сидит давайте гранты давайте и и и и и и и и и я получил пророк, а куда его ставить не знаю 1 корпус 2 корпус там кстати торговец очень хороший следующий какой этот присоединяет город государства так можно отстоять их не соединять иван и они и и в в да блин кто у меня шедевр украл слышишь то это француз наверное у вас получилось построить корпорации потому что у меня почему-то вот у меня есть в империи 4 критки какао у тебя великий торговец есть до торговец стоит на промышленном производстве у меня нету кнопочки сделать это экономику открыл а вот иначе ну типа 3 до но маловато не думаю не думаю что получится да блин я не могу пропустить в городе один от давайте я отложу этот один ход чтобы лабы строить вот египет уже где-то лабы построил она у меня распространена культура у от стека и в китае ну на самом а максимум смотреть это ничего не дает но там где-то распространено так а что у нас с артефактами еще археологические в тбилиси так ну и фигли я не строю там археолога странно томительные конечно варвары с этим режимом как он Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну мне надо сначала ламбу построить, потом это ремонтировать Причем обе дамбы сразу ломаются И это считается как одна ДимаTorzok ДимаTorzok Так, писатель Тут нам все поломали ДимаTorzok Не будем ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, видите, это прет у меня француз, и думаю, дамбы разрушил мне тоже француз. Продолжение следует... 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 Так, смотрите, Леша через 26 ходов выигрывает культурой. Вдруг вы не смотрите. Продолжение следует... 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 идет такой мой строитель вдоль леса видит в тропиках бананы горят зашел в лес и сгорел мне нравится как ты вину на это перекладываешь на строителя так он шел туда это автоматом несколько ходов я его отправил и не заметил что там лес горит так хочу тут рабочий делает а так уже не объявит войну стопудово и как-то обходить так вас где нас еще уголь вообще может быть так это у египта тут обработано ну да надо там обработать а а а а а а Я бы вот этого забрал для артефактов, чувачка. Да блин, не векуя. Не получается у меня... Античность варвары, античность я, античность варвары. Древний мир француз, средневековье варвары, средневековье я. Ну, жопа. Жопочка, жопешник. Жопепень. Жопупунь. Слушай, француз, если ты не собираешься нападать, то, может, все-таки союз-то продолжит? Не понимаю, сижу, жду, жду. Это, типа, такая тактика создать напряжение. Да я не напряжен. Ну, видишь, не сработало. Так как оно может сработать? Чтобы я был напряженный, я должен, как бы, чувствовать, что я проигрываю. А я же, блин, когда у меня города 95, меня твои шапки вообще не пугают. Ну, я у ребятам тырю всякие штуки прикольные. Поэтому хоть как-то мешайте победить. Да, да, именно. То, что он там пишет, сука, там 20 ходов. А сейчас он вообще уже ничего не пишет. Это такое... Без рокеров против людей победить... Ну, и тем более, тут чилиди, как бы, есть, который что-то соображает в этой игре. У которого культуры, кстати, больше, да, чем у меня? Да, даже больше, чем у меня. Так что... Так, а что я хотел вот здесь строить? Почему я убирал это? Блин, какое-то чудо, наверное. Это, получается, нужна лишь одна фабрика, да, наша из городов, и строить не обязательно. Ну, для электричества, да, но все равно фабрики, как бы, если у тебя высокое соседство, то угольные просто must-have. Все равно во всех. А ты их не сможешь построить без фабрик. Так, стоп, а я алюминий... Если города довольно-таки плотно стоят, то можно там две электростанции поддать с алюминией, да, если она покрывает энергией и все, то... Нет, тебе, в принципе, для энергии тебе достаточно вообще одной электростанции, вообще одной. То есть, тут вообще пофигу, я так понимаю. То есть, она вырабатывает, там просто считается только ресурсы. Смотри, уголь и нефть дают 4 энергии за один ресурс, уран – 16 энергии за один ресурс. Все, ты можешь хоть одну электростанцию построить. А? Ну, уран контролить надо немного. Ну, типа. Но дело в том, что угольные электростанции дают производство за соседство, поэтому их просто тупо лучше строить независимо от того, даже если у тебя уголь. Если промзон больше, чем на 2, то... Ну, да, да. Да. А, типа, чтобы в каждом городе, где промка больше, чем на 2, лучше поставить, да? Ну, да, и плюс у тебя еще карточка на соседство стоит. Ну, потому что мазутная, мазутная на сколько дает? Плюс 5, да, там. Или там... Просто плюс 5. А тут, как бы, у тебя бонус за соседство, как бы... Ну, плюс... Допустим, у тебя вот та же промзона, там, вот, между двумя акведуками, да, там. Это уже 5, да? Карточка на соседство – это уже 10. То есть угольный дает просто 10 тебе. Что там от стека пилят? Ну, я уже не буду, конечно, с французом дружбу заключать. Я его буду самолетами забирать. А, то есть решили все, да? Он... Хотя мне кажется... Хотя мне кажется... Что-то тут такие варвары, что мне кажется, я их не выиграю. Так, слушайте. Так, я могу еще... Это дает рост, а хлопок – военные юниты. Ну, кстати, можно военные юниты, потому что самолеты, например, или... Или рост. А, если я куда-то не расти с другой стороны? Так, назовем это... Алешкины... Алешкина вата. Ну, это, кстати, компуса-то хорошее, типа. Прикольно. Игде. Ну, вот, Сэмпуала там. Шучикальку. А, Шучикалька нету? Ну, можно там поставить, получается. Да, нет, там есть. Там варвары строительные. Варвары семь провинций. Да я просто отстал, когда у меня город забрали. Ну, города забрали. Это были не просто город. Да, я карточка на плюс-то промышленные зоны. В военных тех карточках. Добрый вечер. Нет, там, там так. Чпок. Добрый вечер. А этот... Это те варвары там грабил? Он вообще тебя такой, этот варварский меч? Тихий лис. Просто стоит. Что-то там разграбил. Я его убегла. Короче, у нас с ним непонятно. У меня, мне кажется, все было бы хорошо, если бы я... Ну, отнесся после этого. Отначально. Надо было сразу его наносить. Там просто искушение хорошее. 25 монет или 10 опыта. Ты такой монетки взял, а там два мушкетера заспавнилась, и твой праздник стоит такой, ааа, здрасте. Да нет, я... Просто... Я думал, он пропадет навсегда, а он... Слушай, мне кажется, если ты поменяешь ник с покажи кишки на покажи шишку, это поможет тебе найти больше друзей. Они по-настоящему ни с кем не дружат. Ну, француз зафейлил развитие, понимаете, да? Поэтому мы его будем забирать. Такого никогда не было, чтобы сразу все города захватывать одновременно. Так он еще и зафейлил развитие, так он еще и мне мешает. Давайте мы в горе... Блин, а стали варенья у нас... Мне нужно с стали варенья выйти, кстати. Вообще нет, сначала... Блин, два капера я не буду строить. Сначала электричество, а потом в стали варенья. Блин, они не должны убить, мне кажется, мушкетера двумя хвачхами. А вот этого парня я должен сейчас убить. Промышленные зоны, кампус, огня. Пока-то все оставляем. Четыре хода и пять очков до золотого века. Слушайте, ну... А, во-первых, самолет даст мне, по-моему, три очка. Как минимум. Где-то у меня в хомгороде. Схуми. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Желтая карточка. Получается как-то несправедливо. Ну, не, по-моему, нормально. Смотри, ты все равно кампус будешь ставить. То есть ты хочешь, чтобы тебе еще и кампус, а это была военная карточка. Просто тут даже, ну, в принципе, логично, потому что у тебя промышленность, там, вот в средневековье ты в основном именно на войну тратишь, не на какое-то там заводы, станки типа такого. Поэтому ремесленники – это военная карточка, то есть они там делают эту, боже, броню рыцарям, которые у них заказывают, там, мечи, вот это вот. А вот уже в современное время, там, как эта карточка, кстати, называется, я уже не помню, в идеологии экономической... Пятилетний план, это вообще, блин, у нас коммунизм. Получается, коммунизм – это все-таки экономика, это не военная штука. Ну, вообще, по-хорошему, так и должно быть изначально. Так коммунизм и задумывался. А то, что у нас почему-то кучу бюджета тратили на военную гонку, это, конечно, трындец. По факту, ну, типа, во таких государствах, в Израиле того же самого, там, ну, там эти идеи коммунистические, как бы, их поддерживают. Те же самые кибуцы, которые там, в которых живут одни из самых богатых людей в Израиле. Да, я тебе больше скажу, вот в Скандинавии практически коммунизм победил по-хорошему. Там вообще, там, то ли 60% они налогов платят в казну, которая распределяется. То есть, там довольно ровный доход среди всех, который и распределяется для того, чтобы было равенство некоторое. То есть, коммунистический, то есть, вообще, любые идеи, они все равно, если идея здравая для человечества, она будет принята. Просто у нас в Советском Союзе это так декларировалось, декларировалось, но и не выдекларировалось. У меня мнение такое, что, ну, вот, в Советском Союзе ничего не получилось, потому что после феодализма не может получиться, там, социализм какой-то, типа. Не, подожди, не, подожди, подожди, на Петре Первом начался все-таки абсолютизм, потом на Екатерине просвещенный абсолютизм, это уже точно не феодализм. Нет, нет, это все был феодализм чистый. Мы пропустили буржуазную революцию, ты про это. Но дело в том, что буржуазная революция, вот в моем представлении, произошла в феврале. Нет, смотри, просто есть экономическая формация, да, это феодализм, а форма правления может быть любой, там, типа, как бы. Нет, как раз феодализм это форма правления, а не экономическая формация. Нет, 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 я уверен в этом. Феодализм это когда ты сеньор и у тебя есть вассал. Какая же это экономическая форма? Не, государство, это можно загуглить, там, не знаю. Можно википедии посмотреть, да? Не знаю, это за себя. Минус. Плюс пять. Давайте минус. Такие предложения интересные, вообще, вообще нет никакой идеи, куда лучше голосовать. Против Египта как-то. А что против Египта? А если ему минус 20% прироста населения? Не, мне кажется, лучше минус пять лояльностей, если он будет захватывать города Ацтека, чтобы они отваливались быстрее, например. Правильно, вот это правильно, потому что... На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно выйдет завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.